Вдали от города и чтобы была артезианская скважина. Вот главные критерии, по которым Дмитрий Усачев искал место для размещения своего производства. Нашлось такое в Шуйском районе в поселке Колобово. Уже два года здесь располагается комбинат натуральных продуктов. Выпускают 100 тонн морса в месяц. Ни красителей, ни ароматизаторов, ни консервантов не добавляют. Только натуральные ягоды. Работают по международным стандартам качества. Ягоды в основном, Слежинского ягодохранилища, так называемого, это наша, приоритетно наша ягода. Не конкретно Ивановская, а собранная на территории Вологодской, Ивановской, Кестромской, Карелии. Но когда бывает дефицит, потому что мы работаем круглый год, задавали вопрос. Да, мы работаем круглый год, мы работаем на ягоде шоковой заморозки, то бишь быстро замороженной ягоды. И мы, конечно, иногда пользуемся импортами. Но в основном приоритетно отечественную ягоду. Вот сегодня мы варили облепиху, она сварена из Ивановской ягоды. Губернатор на этом производстве впервые, хотя с руководителем знаком. Я встречаюсь с предпринимателями, которые начали свой бизнес недавно, за последний год или два. И в рамках этой встречи мы и познакомились. И один из вопросов был, это помочь встать на полке торговых сетей, прежде всего больших федеральных сетей. Это вопрос не только от этого предприятия, это вопрос от многих наших сельхозпроизводителей. Поэтому что было сделано? Мы договорились с ассоциацией сетей розничной торговли, называется Аккорд. К нам приезжала неоднократно глава этой ассоциации о том, что эта ассоциация будет помогать нам, нашим предприятиям наладить контакты, связи и добиться контрактов с федеральными сетями. У нас несколько позитивных примеров уже есть. Один из них это то предприятие, на котором мы находимся. Налажена работа с сетями перекресток и карусель. Шуйские морсы можно найти в торговой сети Спар, как раз Высшая Лига и других. Выход на внешние рынки тоже вполне реальная перспектива. Мы разработали вот эту специальную торговую марку для того, чтобы выйти на международный рынок Русберис. Сейчас идет ее регистрация. Сегодня эти образцы приехали в Болгарию. В сеть магазинов «Березка» не знаю. И думаю, что в ближайшее время они поедут в Израиль. Так что есть потенциал выхода на международный рынок. В следующем месяце предприятие запускает новую десертную группу из тертой ягоды. А на будущий год в планах изготовления соков. Сейчас на производстве работает больше 20 местных жителей. А если комбинат будет шириться, значит и рабочих мест прибавится.